Деревня Мили расположена на берегу Арголицкого залива, на расстоянии около 9 километров к югу от Аргоса. Население деревни — около 600 человек. В переводе слово «мили» означает «мельницы», которые действительно здесь раньше существовали. Сейчас это современные деревни, основное занятие местных жителей — выращивание цитрусовых и оливок, торговля. Имеется несколько небольших курортных гостиниц, но туризм развит слабо. Через деревню проходит старая железная дорога линии Карин в Каламата, имеется станция, но железнодорожное сообщение прекращено, пути и большинство станционных сооружений заброшены. Станция может представить интерес для любителей железных дорог, так как она имеет довольно развитое путевое хозяйство, и интересные в архитектурном отношении здания. Сохранились также и остатки подвижного состава. В историю современной Греции деревня Мили вошла как место важного сражения во времена национальной освободительной борьбы против турецкого ига. Небольшому отряду греков удалось приостановить продвижение турецкой армии к городу Навплеону. Истинным героем этого сражения стал генерал Иоаннис Макриянис. В память об этом сражении на деревенской площади установлен памятник бюст генерала. Однако во всем мире эта местность более известна под другим, древним названием — Лерна. Именно здесь величайший герой Древней Греции, Геракл, совершил свой второй подвиг, победив многоголовую лернейскую гидру, жившую в здешнем бездонном озере или болоте. Считалось, что на дне находился один из входов в подземное царство Аида. Современные исследования подтверждают, что здесь действительно было большое прибрежное пресное озеро, с глубокими карстовыми провалами. Последние следы этого озера исчезли в XIX веке, однако воды здесь по-прежнему довольно много. Наследниками Лернейского озера можно считать небольшое болотце в деревне, и водохранилище неподалеку от нее. В южной части мили археологами обнаружено древние поселения, имеющие большое значение с археологической точки зрения. Люди поселились в Лерне 7000 лет назад, еще в догреческие времена. В этом поселении отмечено пять существенно различных периодов развития. С падением микенской цивилизации Лерна была покинута людьми. Сейчас территория древней Лерны огорожена, организован небольшой археологический музей под открытым небом. Находки экспонируются в музее Аргаса. На холме Понтинос к западу от Мили в древности был построен храм Афины. Также здесь располагался дворец царя Гипомедонта. Сегодня здесь можно увидеть только руины средневековой крепости Кивери, которая остается относительно малоизученной. Крепость была небольшой, площадью около одного гектара и имела три линии обороны. Точно время строительства неизвестно. Сохранились остатки стен, шести башен, цитадели, цистерны и других сооружений. К юго-западу от деревни Мили, находится еще один интересный памятник средневековья, известный как Башня Принцессы. Согласно легенде, она названа в честь скрывавшейся от посторонних взглядов благородной женщины, имевшей очень красивую или, по другой версии, уродливую внешность. Это укрепление относится скорее всего к раннему периоду турецкого владычества. Точное время строительства неизвестно, но отнести сооружение к венецианскому или франкскому времени не позволяют малые размеры укрепления, несложный план, и слабость стен, которые делают укрепление непригодным для сколь-либо серьезных боевых действий в таком открытом месте. В турецкий период дома и загородные имения знатных и богатых турков часто имели похожие укрепления. Субтитры создавал DimaTorzok